Добрый вечер, дорогие слушатели! Я вас приветствую просто, я бы сказала, категорически, потому как хочется чего-то светлого, замечательного, а получается всё не так. Вот получается не так, потому что грущу второй день, потому что так мне хотелось проголосовать за Ирину Прохорову, которая пойдёт на выборы мэра Москвы. И мы в едином порыве, у меня даже студенты все мои собирались по домам ходить, подписи собирать. И людей агитировать. А вот она сказала, что не пойдёт, очень жалко. В общем, опять по остаточному принципу придётся голосовать. Но больше я честно о политике говорить не буду, потому что мне все говорят, что та тема, которую мы берём, она непопулярна, что это никому не нужно, что это жутко неинтересно, что лучше всё-таки о политике, а не о этой вашей благотворительности и не о том, что кому-то вдруг успешному, замечательному, прекрасному что-то стучит в голову, и он начинает заниматься всякой ерундой. Типа спасает других людей, как-то хочет, чтобы у них была более правильная жизнь, правильная в смысле удобная, чтобы его любили, этого человека, а не был он винтиком в большом-большом детском доме или ещё чем-нибудь. Короче, каждую неделю ищу таких людей и каждую неделю нахожу. А это значит, что мы не безнадежны. И что плевать на все эти выборы, мы живём независимо от них. Получается так, что там поверху что-то бушует, как-то они там между собой меряются, а мы тут вот внизу занимаемся своими делами, и вроде как они нам и не мешают, и не препятствуют, но и не помогают. Ну, поэтому вот каким-то образом существуют. Вот на эту неделю я нашла себе вот такого замечательного человека, как Алексей Михайлюк. Сейчас буду читать его должности. Слушайте внимательно. Руководитель общественной благотворительной организации «Росток», он же представитель Поптического совета Бельско-Устинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Вот. А второй мой гость – это Лена Кулачко. Она долго писала все свои титулы. Я ей сказала, Лена, если можно, человеческим простым языком. Вот человеческим простым языком Кулачко про себя написала. Зам.руководителя Координационного совета при общественной палате по детям-инвалидам. Ну, кроме того, я знаю, что Лена сама мама ребенка-инвалида, успешный когда-то предприниматель и сотрудник крупных фирм. Вот. А кроме того, мы с ней вместе ездим по домам-интернатам для взрослых, правда. Вот. И это такая вот у нас веселуха. А вот мотаться по психоневрологическим интернатам и вызволять оттуда, ну, пытаться, вызволить кого можно. Вот. Мы состоим с ней в Поптическом совете при Ольге Юрьевне-Голодец. И вот как бы нашли друг друга в этой сложной теме. Ну, так вот, сегодня мы с вами поговорим о том, что детишки с легкой умственной отсталостью, со среднеумственной отсталостью, вообще безумственной отсталости, а просто педагогически запущенной, тоже являются предметом заботы нашего государства. Заботится оно о них, как правило, таким образом, что собирает их в огромные совершенно, иногда по 400 человек, детские дома, и почему-то не хочет их оттуда отпускать. А отпускают их оттуда в том случае, если находится добрый человек, который готов взять их под опеку, в случае, если они лишены дееспособности, в случае, если выросшие, естественно, не лишены дееспособности, то, в принципе, они могут оттуда выйти сами. Но почему-то у них это не получается. Вот сегодня мы об этом поговорим. Сначала скажу о том, что вот Алексей Михалюк, абсолютно удивительный человек, честно мне сказал перед эфиром, что вообще-то у него бизнес, международные перевозки, и закончил он хороший институт, и занимался там управлениями всякими кадров и так далее, и вообще по специальности он железнодорожник, а никакого отношения к детям-сиротам с умственной отсталостью не думал, что будет иметь. Если бы в каком году, Алексей? В 2000-м. В 2000-м. Не поехал на один день волонтером в какой детский дом? Ну, вот как раз это Бельско-Устинский детский дом. Ну, вы какое-то замечательное название другое говорили. Нет, нет. Это село какое. Деревня Бельская Усть. На Пых что-то было. А, это Порховский район, Скорбск. Порховский район. В общем, как положено, 100 километров от областного центра. Ну, так вот. Итак, слово Алексею Михалюку. Он расскажет, вот что было после того, как он один раз приехал туда волонтером из Москвы, будучи бизнесменом. И я так поняла, что даже не один, а с женой первый раз. Ну, у нас там приехала небольшая команда, человек 20. А чего вдруг вы туда поехали? Ну, вот, позвали нас ребята, которые там летом устраивали волонтерский лагерь. Там три недели собрали там группу волонтеров, человек 30, и три недели они развлекали детей из этого детского интерната. Для умственно отсталых детей. И потом у них там сложились дружеские отношения, и вот они поехали в конце августа там с какими-то подарками, какой-то там спектакль собирались сделать. Из Москвы. Из Москвы поехали в основном, да. Ну, и позвали, что помочь нужно там, поскольку детей много, волонтеров не так много, чтобы за всеми уследить, чтобы всем уделить внимание, нужен народ. Ну, и думаем, что один день-то от нас не убудет. Вот один день растянулся на 13 лет. Да, так получилось. Как вас это затягивало? Рассказывайте. Вы знаете, когда туда приехали, 2000-й год, это совершенно не то, что сейчас, как выглядят детские дома, это выглядело совершенно дико в материальном положении, ну, в материальном даже отношении. Когда наш автобус подъехал к этому учреждению, половина ребят, которые сидели в автобусе, они просто не смогли из него выйти. И целый день там просидели, потому что это стоит здание, огороженное забором, вокруг него носится просто рой грязных, оборванных, совершенно неуправляемых детей. На тот момент в детском доме не работала прачечная, ребята, ну, многие там страдают энерезом, поэтому открыто все окна проветриваются, на подоконниках сушатся писанные матрасы простыни, и соответствующий запах стоит вот просто вокруг всего. Вот это, когда мы зашли внутрь, там, я не побоюсь подробностей, ни одного целого унитаза, все разбитые, неработающие, грязные, соответственно, в спальных комнатах дощатые полы, прописанные насквозь, что там щели впалят с толщиной, и все это пахнет, ну, это действительно выглядело просто дико и ужасно. Ну, ад какой-то описывает. Это так и было, я говорю, половина просто не вышла из автобуса. Физически, я не утрирую, реально, они просидели целый день в автобусах. Просто потому, что было неприятно? Невозможно было, да. Хорошо, а дети? Ну, вы знаете, как, мы, так сказать, кто вышел, да, мы там, раздали гуманитарную помощь, которую привезли, там, в частности, например, там не было ни бумаги, ни карандашей, ни ножниц, ни красок, у них ничего не было для того, чтобы заниматься с детьми. То есть мы это привезли, там, нас по группам распределили, мы с группами пошли на спектакль, там, кто-то выступал, там, мы с ребятами сидели, вот, потом полдня мы просто на группе, вот там, по два волонтера на группе, мы полдня просто с ними провели, то есть... Ну, и вы попали. Да, вы знаете, потому что, несмотря на то, что, вот, было тогда такое отношение у всех, что, вот, умственные отсталые, необучаемые, после детского интерната, в 18 лет, во взрослые интернаты, там, до конца жизни, ну, перспективы вообще никакой, да, и, как бы, родственники от них отказались, и какой смысл, сказать, вообще с ними что-то делать? Ну, непонятно. Вот, но при этом, вы знаете, как-то, несмотря на то, что дети, видно, что они больные, то есть, там, одна девочка могла, там, через каждые, там, две минуты спрашивать у меня, там, как меня зовут на протяжении всего дня, там, другие, там, как-то по-другому, видно было, что они, так сказать, совсем необычные, но при этом, очень ярко чувствовалось, насколько они нуждаются, из благодарности воспринимают ту заботу, которую они, вот, в отношении себя от нас видят, да, и как они стремятся и хотят со своей стороны как-то вот позаботиться о тех, кто находится с ним рядом, то есть, было видно... А более слабых? Нет, вот мы приехали, волонтеры, и они старались... То есть, они о вас хотят? Да, как-то вот быть с нами, там, ласками, внимательными, даже где-то что-то помочь, то есть, было видно, что, несмотря на психиатрические, там, какие-то особенности, на умственную осталость, в них совершенно явно проявляется основное человеческое желание любить и быть любимым. Понимаете? А на тот момент, как-то мне этого было достаточно для того, чтобы понимать, что, сказать, в жизни у этих ребят есть безусловный смысл, не меньше, чем в моей. И, вы знаете, как вот, как-то я их соотнес, не знаю, но вот все равно, что у тебя младший брат такой. Вот что бы я хотел своему младшему брату? Я бы хотел, чтобы у него в жизни как-то все сложилось по-человечески. А то, что нам писали, какая у них перспектива и жизнь здесь, она не человеческая. И захотелось вот понять вообще, что можно сделать, как можно помочь этим ребятам. Я напомню нашим слушателям, что во всем мире, цивилизованном мире, таких детишек не переводят ни в какие дома для умственно отсталых, а разбирают по семьям, где они живут, усновленные, удочеренные, либо, если это уже подросшие ребята, они живут отдельно в так называемых сопровождаемых квартирах, сопровождаемым проживанием. С ними работают специально выделенные сотрудники соцзащиты, но эти квартиры им нужно приобрести. Обычно это делает город или государство. У нас это делает вот конкретный предприниматель Михайлюк. Делает на Псковской области и вот как я до эфира выяснила, купил пятую квартиру, что, в общем, уже практически непосредственно. Потому как не просто надо купить квартиры, а содержать живущих там ребят, платить тем, кто с ними занимается, кто их оккупает, помогает им, а государство почему-то ничего не делает, хотя вроде как и должно. При этом у меня, Андрей, мы сейчас, ой, Алексей, мы к вам вернемся. Лен, я хочу тебя спросить, вот почему не отдают-то. Ну, государство должно же быть заинтересовано в том, чтобы эти детишки, люди, уже взрослые, ну, жили в любви. А если вдруг находится кто-то, кто готов о них позаботиться, почему нет? Почему такая драка каждый раз за то, чтобы вынуть этого человека из психоневрологического интерната? Что они прям медом намазаны, эти места? Ну, добрый вечер. На самом деле, за нашими детьми с достаточно тяжелыми диагнозами, к сожалению, люди в очереди на усыновление не стоят. Что касается взрослых, из ПНИ, ну, по поводу которых мы с тобой ездим, пытаясь им помочь, там немножко другая история, потому что государство наше обязано выпускникам детских домов-интернатов, например, предоставлять жилую площадь, да? А понятно, что в таком коллапсе, когда у нас особенных возможностей для этого нет, всеми силами государство старается удержать выпускника детского дома-интерната в ПНИ. Подожди, давай так конкретно, не государство, государство выделило средства, и, в общем, про конкретного выпускника не знает. Вот есть конкретный дяденька, директор детского дома для умственно отсталых детей, есть конкретная тетенька, которая директор психоневрологического интерната для взрослых. Вот где-то эта квартира теряется между ними, по всей видимости, плюс чиновники соцзащиты, так ведь? Нет, абсолютно, просто ты сама сказала больше о взрослых, чем о детях. Что касается детей, вот сказать о том, что наше государство должно быть заинтересовано в том, чтобы они получали там свою долю любви и так далее и тому подобное, для нашего государства, на мой взгляд, это не тот масштаб. Наше государство дает конкретного человека. Думаем. Понятно. Алексей, ну вот государству нет дела, а вам оказалось есть дело. Мы выяснили, как вы попали во всю эту ситуацию. А вот когда квартиру-то начали покупать и как им? И их надо заполнять же было. Вот как вы детишек выцарапывали? Ну, вообще, я бы сказал сначала с того, что увидев эту ситуацию, мы провели очень большую работу, изучая существующий опыт и научную базу по перспективам. Ну, я Юлия Курчанова, психолог. Она встретилась со всеми ведущими специалистами наших профильных институтов. Она посмотрела существующий опыт и российский. Юлия тоже волонтер, как я понимаю. На тот момент, да. Ну, она и сейчас, в общем, по сути, в основном волонтер работает. Хотя, жалуется на жизнь. Она изучила все, что есть. И вывод всех специалистов был совершенно однозначный. Что, во-первых, безусловно, у этих детей, несмотря на заболевания, есть перспективы социализации и перспективы занять свою нишу в обществе. Есть перспективы для развития, большие перспективы, да, там, для обучения. если ими заниматься. Да. И второе, что это все возможно исключительно в условиях не интернатного проживания, только в условиях либо семейного для детей, либо домашнего для совершеннолетних. Хорошо. И вот вы стали что? И, собственно, мы до себя поставили, что главная задача это семейное устройство и домашнее проживание сопровождаемое, как вы говорили, для совершеннолетних. Но сопровождаемое это просто термин. Да, в 2001 году удалось открыть первую социальную квартиру с сопровождаемым проживанием. Она располагалась в съемной квартире и в этом же, по-моему, я уже могу путать, или в этом или в следующем году случилась такая беда, что она находилась на втором этаже, на первом этаже произошел взрыв баллонного газа и дом сложился просто и совершенно по невероятной случайности ребята в этот момент вышли проводить свою учительницу, у них должен был быть урок, а она ушла раньше, потому что ей нужно было ребенка своего забрать. То есть просто стечение обстоятельств. Слушайте, вот на этом на секундочку мы прервемся, ладно? Послушаем, что нам там подготовили наши продюсеры в качестве рекламы и потом вернемся к счастливой истории. Я напоминаю, что в студии Ирина Ясина и мои гости Алексей Михалюк и Елена Кулачко. Вот я хочу сразу сказать телефон в студии это 6510-99-6, а код города по-прежнему 495, ибо вдруг кто захочет поучаствовать в разговоре на эту не столь приятную, но очень социально важную тему, потому как эта тема не только о детях-инвалидах с умственной отсталостью или без нее, но и о нашей доброте и включенности в жизнь нашего общества. Алексей, я единственное хочу вас попросить говорить немножко более энергично, потому что у вас есть чего сказать, а времени у нас хоть и много, но не бесконечно. Поэтому вот от первой квартиры, которая сложилась, но дети все выжили, благо, давайте быстро перейдем к второй, третьей, четвертой. Да, ну важный момент, что после этого обратились к замглавы района по социальным вопросам за помощью, на что он прямым текстом сказал, а что вы к нам пришли, нам до вас и дела нет. То есть до этих детей. Понимаете, да? То есть это вот отношение такое вот по поводу помощи местных властей. И после этого мы купили в Порхове, через какое-то время нашли, купили дом 100 квадратных метров, в котором, собственно, и начала работать уже на постоянной Остове, наша первая социальная квартира. Тогда мы брали наиболее сохранных ребят из интерната, которые, скорее всего, не должны были там оказываться, потому что это либо педагогическая запущенность, либо легкая умственная осталость. И в этой социальной квартире у нас работала и работает программа их подготовки к самостоятельной жизни. Это вот единственная из пяти, которая работает на выпуск в самостоятельную жизнь. Остальные четыре работают просто на поддерживаемое, сопровождаемое проживание там в этих квартирах. И у нас есть уже 14 выпускников, которые живут самостоятельно, так сказать, мы их курируем. Вот. Но это вот наша такая гордость. А чем они занимаются в жизни? Ну, кто-то родил детей и воспитывает. Вот. Все работают, безусловно. То есть нормальные человеческие жизни? Да. Нормальные человеческие жизни. Окей. Но, тем не менее, видимо, вы боролись за каждого из них, чтобы вам их отдали. Я хочу обострить немножко наш разговор, а то получается очень святочная картинка, а мы-то с Леной Кулачко знаем, что это далеко не так. Да, это постоянная война, это просто реальные какие-то боевые действия на протяжении всех этих лет. Постоянно интернаты и соцзащита пытаются либо не отпустить ребят из интернатной системы, либо забрать обратно, вернуть. Вот. И там единственное, что нас спасает, что все-таки прокуратура нас поддерживает. Вот эта прокуратура это Порховского района. Порховского района, да. Ну и поддерживает в первую очередь законность. Не то, что они там Росток любят, они просто понимают, каковы права этих ребят и помогают их соблюдать. Так редко слышим мы доброе слово о прокурорах, просто приятно. Лена, эта ситуация только в Псковской области или по всей стране так? Что именно? То, что не отпускают людей из... Ну, конечно, конечно, это страновая ситуация, безусловно. То есть, страна, как-то... Система сложилась. Система сложилась. Это ГУЛАГ, получается? Я так не скажу. Видите ли, какая история? То есть, в детских домах-интернатах, вот в тех, в которых я была, там работает достаточно большое количество хороших людей, которые, так сказать, опекают этих детей, там, себя отдают им частично, любят их и так далее. Но это же не решает проблему. Система такова, что дети, собранные по 400 человек в одном учреждении, совершенно понятно, что они лишены индивидуальности, родительской ласки и какого-то тепла, потому что ограниченное количество персонала все равно не может им всего этого дать. Почему эта система существует и почему она так устойчива, наверное, все-таки это связано с финансированием, потому что колоссальные деньги идут в интернаты. Вот Алексей качает головой. Я так понимаю, что сопровождаемое проживание стоит дешевле, чем содержание. Мы знаем, что оно стоит дешевле. А почему тогда не отдают, Алексей? Потому что не развита система оказания необходимой социальной помощи по месту проживания. То есть они просто не хотят меняться, эти сотрудники соцзащиты. Да, так и есть. То есть им привычно делать то, что они делают. Это не просто привычно, а не секрет, что проживание в интернате чем оно плохое. тем, что там собственно постоянная ситуация насилия и физического, и эмоционального, и сексуального. Это просто постоянное то, что там происходит, и все об этом знают. И ничего с этим сделать невозможно не потому, что сотрудники плохие, а потому, что реально это так устроенная система проживания. Закрытый социум, в котором возникают свои там законы выживания, это то же самое, что происходит на зоне. Понимаете? Это ровно то же самое, только там знают за что сидят, а здесь ни за что. Когда ко мне обращают вопрос, понимаете, как на зоне, я как-то чувствую, что я где-то не догоняю. Я, конечно, читала. Да, хорошо. Вот, и получается, что когда эта ситуация происходит внутри закрытого учреждения, никто об этом не узнает. Это не выйдет за стены. Поэтому, когда появляются такие волонтеры, как вы и вам подобные, то хочется от них избавиться. А дети могут рассказать об этом? Пока не рассказывают. Те, которые могут рассказывать. Ну да, просто нужно понимать, что если старшие, ты говоришь, что жена сейчас как на зоне, если здесь старшие ребята, или там, скажем так, которые там крышуют их, все его коллективы, вот, об этом узнают, если об этом узнает администрация, то тот, кто об этом сказал, получит по шапке, никто об этом не узнает, это будет ночью, это будет в туалете, понимаете? И это ни один прокурор не увидит. Скажите, а много денег стоит вот эта вот помощь таким детям? Вот вы сколько тратите в месяц? У нас получается, что на социальные услуги, непосредственно, которые помогают проживать вне интернетной системы, на 45 человек, бюджет примерно полумиллиона в месяц. То есть, грубо говоря, 10 тысяч рублей в месяц. При этом содержание ребенка в интернате везде разное, но в среднем такие цифры ходят, как 40 тысяч рублей в месяц в детском интернате. Там же, наверное, страшно неэффективно, еще его воровать надо. Во взрослом дешевле, но тоже в зависимости от того, большой интернет маленький, но в любом случае это дороже получается, чем то, что делаем мы. Там, видимо, в том, что делаете вы, большие первоначальные инвестиции, потому что нужно купить эту квартиру или этот дом. А вот скажите, у вас есть случаи, когда эта квартира в доме, где живут другие люди, семьи? Ну, поскольку у нас все в сельской местности, то в основном это у нас частный сектор, поэтому это не многоквартирные дома. Но то, что так в Пскове, например, в центре лечебной педагогики, они решают этот вопрос именно путем размещения в квартирах в обычном многоквартирном доме. А соседей не выражают? Нет, вы знаете, это большое предубеждение, что эти психически больные, их надо бояться, потому что те, кто с ними реально взаимодействуют, соседи, там, на работе, там, учителя, они видят, что бояться абсолютно нечего. Это, понимаете, как умственная осталось, ну, это похоже, что, допустим, все время живешь с маленьким ребенком. Вот он физически он большой, да, а по интеллекту он маленький. Ну, вот вся разница. Понятно. Лен, ну, скажи мне, пожалуйста, вот мы с тобой были в нескольких интернатах, не очень хотят отдавать этих взрослых уже людей, мы были в ПНИ, в психоневрологических интернатах, а что такое, вот подушевое финансирование жалко, причем мы же были в ситуации, когда уже этого Влада Зимецкого конкретного готова взять и установить на Днем опеку некая дама, вот она с ним там вместе, ей нравится Богу молиться, ну, и, пожалуйста, он ее любит, она его любит, а они прям смотрятся, как мама и сыночек, замечательно, но вот волком смотрят и директор и говорит, нет, не хочу, почему? Ну, все-таки ты сейчас переходишь ко взрослым интернатам, давай начнем с... Я хочу говорить о проблеме в целом, с начала, да, дети вырастают, вот смотри, с самого начала получается какая история, то есть, Леша правильно сказал, что не устроена система, не отлажена система сопровождения вне интернатов, это что означает? Это означает, что семья с ребенком-инвалидом иногда доходит до такой крайности, что ей проще отдать ребенка в интернат, чем держать его дома, потому что понятно, что достаточно мизерные социальные выплаты, абсолютно не обустроенный быт. Не просто проще, а невозможно. Ну, Леша, из нас двоих, я как раз мама ребенка с инвалидностью, поэтому я тоже знаю, о чем я говорю, да, поэтому, например, вот сейчас... Ну, ты все-таки благополучная москвичка. Безусловно. Поэтому ты справляешься. Да, но вот только сейчас мы имеем дело с вопиющим фактом, когда голодают мамы детей-инвалидов в Волгограде. Они голодают. Страна про это не знает? Страна про это не знает, да. Мы со своей стороны организовывали разновсякие обращения. К сожалению, к ним не вышел на диалог никто, ни один представитель Волгоградской области. Какой замечательный губернатор Волгоградской области. Это ведь он летал в Тоскану типа справлять свой день рождения. Да. А на арендованном самолете и возил туда всех чинушес. Ну, у вас, ой, у вас, вы же москвич, в Апсковской области тоже там турчак такой обычный. Товарищ тоже квартира в Ницце, там много про него известно. Все они, ребята, упакованные. Вот. Ну, короче, не вышел, да, никто из Волгоградской области? Никто не вышел. И возвращаясь к той системе, которая есть, система заталкивает детей в интернат. А мамы почему голодают? Потому что им не нужно детей кормить? В частности. То есть, например, закрытая молочная кухня, которая давала им молочные продукции на 2300 рублей в месяц, а сейчас монетизированная льгота составляет 300 рублей в месяц, оставила их и, кстати, уже после их голодовки решением местного депутатского собрания был отвергнут проект строительства реабилитационного центра для детей и инвалидов большинством голосов. Что удивительно. То есть, голодовка привела к обратной... Ну, это те самые ребята, которые летали вместе с Баженовым. Баженов, по-моему. Баженов его фамилия. Ну, хорошо. Ладно. Но если нас слышит кто-то из Волгоградской области, вы, пожалуйста, напомните своему губернатору Баженову, что у него там мама детей инвалидов голодают. И не ровен час у него так с кармой что-нибудь случится нехорошее. Таким образом, дети оказываются в интернатах даже не по доброй воле родителей. Вообще, это, в принципе, начинается с роддома. У нас по опросам около 95% родителей сообщают, что им в роддомах настойчиво предлагают отказаться от детей и оставить их на государственном обеспечении. В принципе, это вещь вопиющая, безусловно, потому что представить себе маму, которая только что родила и в каком она состоянии находится, предложить ей отказ, аргументируя тем, что это будет овощ, и она испортит себе жизнь, так происходит наполнение интерната с самого начала. Потом, это совершенно тяжелая история примерно до школы. Отсутствие садов, отсутствие реабилитационных центров, ужасная ситуация со школой, с образованием и так далее, и все это на достаточно мизерные деньги, ведь известно, что семьи с детьми инвалидами часто они полные, поэтому мама одна была отсчетом. Папочек сдувает, как правило, Как правило, да. К сожалению, приходится признать. Алексей, вот все-таки вы, я так поняла, один раз обращались в местные органы власти, а вот в губернские. Они о вас знают, о том, что вы делаете? Губернские знают. Мы к концу 2010 года создали структурированную и сильную, мощную социальную службу, которая полноценно сопровождает и семьи. Говорите слово мы. Мы это кто? Росток. Росток. А в Ростоке много ли людей? В Ростке. Ну, до сегодняшнего дня сотрудников уже получается 35 человек. Это все волонтеры? Нет, это сотрудников 35 человек. И вы их тоже содержите? Ну, основной бюджет это зарплата социальных работников, собственно, этих сотрудников, которые оказывают непосредственную помощь. Хотелось бы, чтобы такая карма была у губернатора Туртика. Мы обращались с тем, что вот готовая созданная социальная служба, все, что она делает, записано в гарантированный перечень социальных услуг Псковской области. То есть, по сути, государственная система соцзащиты взяла на себя гарантии предоставления этих услуг. Мы ничего большего не делаем. Мы просим, вот уже сотрудников подготовили, методика существует. По финансам это дешевле, чем то, что вы тратите на интернаты. Примите волевое решение и возьмите это в систему своей работы. У нас же так теперь модно, чтобы ни одного ребенка не осталось в доме-интернате. У нас же теперь вот даже приняли всякие решения на государственном уровне, чтобы сделать это модно-популярно. хоть что-нибудь изменилось? Турчак позвонил, сказал, Алексей Михалюк, спасибо вам большое. Нам было сказано, что в бюджете и области пока денег нет. И вот прошел и 2012 год, ничего не изменилось, начался 2013 год. Мы постоянно в контакте, постоянно обращаемся. Приходится эту службу поддерживать. Собственные деньги уже закончились. В этом году я уже беру в долг. Лен, давай, вот наш же будет владец заседанием 24-го числа. Ну, вот сделаем доброе дело. Попросим ее позвонить губернатору Турчаку и поставить его на вид. Мы пытались помочь, Алексей. Тут проблема-то, она не только Псковской области, а на большинство субъектов федерации. Вот конкретный Алексей. Вот конкретный Алексей, безусловно, мы чем можем пытались ему помочь. давай, чем? Обращались, и нам было обещано, что его возьмут на баланс социальной защиты. Было обещано с 1 января этого года. А сегодня какой, напомню, 14 июня? Скоро полгода как пройдет. Ну что, Лен, надо что-то делать. Надо. Был ответ о том, что в Псковской области создана система поддержки НКО, в виде предоставления субсидий два раза в год конкурс. Максимальная сумма выделяемого, по сути, гранта 250 тысяч рублей. Вот. В этом году вот мы сейчас подали, но в условиях конкурса записано, что зарплата должна составлять не более 20%, а у нас все социальные услуги это зарплата социальных работников. Понятно, все остальное вы уже купили. И кроме того, сумма 250 тысяч на полгода. Удитазы починили, душевые поставили, все понятно. При стоимости там 500 тысяч в месяц, как бы, ну это ни о чем. Слушайте, ну вот в очередной раз возникает вопрос, делать самим или ждать, когда поможет государство? Оно подключится. Вот какой выбор ты бы сделала, на самом деле и в государственной системе есть люди, которые успешны в этом смысле. Вот недавно Алексей привозил нам человека, который из Красноярского края, из интерната Кинского, правильно я помню? Кинской, Кинской интернат. Редкий интернат, в котором директор на 400 человек занимался тем, что трудоустраивал молодых людей. У него достаточно большой был процент выпускников детских домов интернатов, что редкость для системы ПНИ. И он, собственно... То есть он их не переводил для взрослых в интернат? Нет, это взрослый и был. У него прибытие было больше из ДД. И он обустраивал им жизнь таким образом, примерно, как это делает Алексей. То есть боролся за их деспособность, выводил их в сопровождаемое проживание. Совершенно верно, да. Значит, у него там курировали их соответствующие тетеньки. Что стало с этим замечательным человеком? С этим замечательным человеком стало то, что его уволили. А как его зовут? В одностороннем порядке. Ефремов Сергей Владимирович сейчас садится на самолет из Москвы, летит в Красноярский край. Привет ему. Слушайте, а давайте вот как-то жалко, что вы его не позвали сюда в эфир. Он же был тут. Был тут. Вот какие же вы оба? Мы не правы. Раул просто. А теперь же мы его не дождемся. Ну, мы же можем из Москвы, так сказать, тоже помочь каким-то образом, обратив внимание на то, что это редкий опыт. Пока нет нового директора, но... Подожди, а уволен он почему? Ему там предъявили что-то. Статья, я ее читал, то есть это просто по решению учредителя учреждения без объяснения причин. Без объяснения причин. Да, без объяснения причин. Слушайте, как интересно. А можно я потом вот запишу все это подробно и как-то, что называется, возьму на кран. Конечно, можно. Потому что человек ставит вопрос о том, что дети, которые приходят к нему в 18 лет, они еще дети, конечно, с умственной отсталостью. У них, например, бывает такое, что они не доучились в школе полгода и попадая во взрослый ПНИ, у них такой возможности больше нет. То есть не будет никакой бумажки? Не будет никакой бумажки и не будет ничего дальше. И нет у него возможности продолжать обучение этих детей, потому что законодательно у нас в 18 лет заканчивается возраст образовательный и дальше человек не может учиться ни... Хоть какую инклюзию не объявляй вообще в этой России. В этой России. Я думаю, мы сейчас еще на секундочку прервемся, послушаем очередную рекламу, а потом поговорим, может быть, вот о чем-то с надеждой на будущее. Ну, видите, никто нам не звонит, потому что тема эта считается такой скучной, нудной. Ну да, опять занудили про свою благотворительность, опять тебя не понимаешь про добрые дела. «Ага, да ну, мы сейчас музычку лучше послушаем пятница, нас уже все достало, в субботу, воскресенье впереди». Ну, он тоже о многом говорит. Но, в общем, мы, тем не менее, наши слушатели любим, не ругаем, потому что они у нас самые лучшие и самые замечательные. Вот, давайте дальше. А что нужно поменять, чтобы вот тот ад, про который рассказал Алексей в начале нашей передачи, и, в общем, тяжелая ситуация, которая существует сейчас, несмотря на появление в жизни многих ребят такого замечательного человека, как Алексей, не повторялось, не продолжалось, так скажем. Что сделать? Алеш, вот представьте себе, у вас в руках волшебная палочка. Давайте. Вообще элементарное решение. Единственное, что должно быть, это эффективно работающая социальная служба, сопровождающая по месту проживания и семьи с детьми инвалидами, и кровные, и приемные семьи, и совершеннолетних инвалидов, проживающих на дому. Если ничего больше не нужно, реально ничего, этой помощи достаточно для того, чтобы нормализовать их жизнь. В том социуме, который реально существует, вне зависимости от того, насколько там хорошее или там отсутствует образовательное учреждение, специальное для инвалидов, есть ли рабочие места, если эта служба есть, это главное, она помогает человеку, в существующих социуме, в существующих условиях, удовлетворить свои основные жизненные потребности, нормально жить. Следующий вопрос, который она, это служба, по сути, которая должна состоять из неравнодушных людей, в первую очередь. Они уже ставят вопрос о том, что у нас есть гарантия для каждого человека получить образование, и значит необходимо этих детей инвалидов брать в образовательное учреждение. А чему их можно научить? Я сейчас выступаю адвокатом Явола, чтобы они хоть какую-то пользу приносили. А что такое пользу? Мне интересно знать. Ага, ты не отвечай вопрос на вопрос. Ты мне скажи, вот какой толк от них? Ведь во всяких спартах там скидывались скалы, а в фашистской Германии вообще... И где они сейчас, спарта с Германией? Да, 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 да. То есть ты хочешь сказать, что вот ежели мы будем не спарта и не фашистская Германия, то все у нас будет хорошо. Вот смотри, какая интересная история. Твои слова до Путина убывуши. Интереснейшая поездка была у нас недавно. В Финляндию у меня открылся мозг, потому что до сих пор я мысляла категориями законодательными, да? А тут я увидела, что это действительно не стоит во главе угла, хотя для такой махины, как наша страна, может быть, это и важно. Когда все нацелено на конкретного человека. Девять классов обязательного образования для самых тяжелых детей. Искренне недоумевали мы, как они и могут и чему учиться. Все те же самые вопросы, которые мы ставим, какую бумажку получат. Не надо никакой бумажки. Человек берет то, что он может за это время обучения. И насколько они хороши и как они социализированы, это удивительная история. Мы попали в дом дневного пребывания, там было только четыре человека лежачих. То есть в процентном отношении у нас четверть каждого ДДИ занимает отделение милосердия. А там они все подняты на ноги. Где просто лежат. А там они все на ногах и все что-то делают. И любопытно было, конечно, посмотреть на этот дом сопровождаемого проживания, потому что это дешевле, чем интернат. Опять же, в связи с тем, что процентное соотношение людей, которые ухаживают в доме дневного проживания, оно меньше, чем огромная интернатская, там, условно говоря, махина с обслуживающим персоналом, одну, другую, пятую, десятую. Мы туда попали, там на 15 человек, каждый в своей комнате, штат один к одному. Сидел один очень тяжелый человечек в кресле с большой спастикой, неговорящий и так далее. А больше никого не было. Мы спросили, а где все? Они уехали. Мы немножко обалдели. А куда же они уехали? Они говорят, кто куда? Кто поехал в дом дневного проживания? Кто там спустился на первый этаж, там, дневная занятость, какая-то полезность. Кто-то еще поехал в каких-то парках работать. А как же они поехали? У них сопровождение? Нет. Приехало социальное такси, они сели либо в социальное такси, либо в автобус и поехали. А кто же их сопровождает? А там сидят обученные люди. И там их встретили обученные люди. И они живут максимально вот той жизнью и так максимально себя реализуют, как они на это способны. А ты говоришь, кому они нужны? Они нужны. Я это говорю, потому что мне надо так говорить, чтобы провоцировать вас на интересное высказывание. Спровоцировалась я. Иногда-то я, сама-то я, в общем, понимаю. Скажу тебе по секрету и даже вместе с тобой езжу по этим психоневрологическим интернатам. Скажи мне, кстати, вот тот самый интернат номер 18 на Каховке, который считается очень хорошим. Мы же там видели с тобой абсолютно нормальную девочку, но просто у нее ноги не работают, которая не встает. С тех пор, как мы с тобой посетили этот интернат, этой девочке Юля пристальное внимание уделяется, очень пристальное внимание, так что надо продолжать поездки. На самом деле, мы на связи с директором, и он сказал, что они максимально прикладывают усилия для того, чтобы ее социализировать. Так сказать, она необыкновенно благодарна тебе за подаренную коляску. И даже речь идет о том, что она, так сказать, вот к ней педагогов приставили, заниматься с ней, да, так и дело состоит. Слушай, ну вот так вот, видишь, Алексей, мы тоже себе карму чистим. Скажите мне, пожалуйста, вот возвращаясь к этой пятой квартире, которую вам так непросто уже тянуть, кто в ней живет? А можно я скажу про то, кому они нужны? Конечно. Ну, во-первых, если бы помогли семьям с детьми инвалидами, то я не знаю, сколько, но я уверен, что больше половины бы детей, оказавшихся в интернатных учреждениях, остались бы дома, жили бы дома в любви со счастливыми родителями, что их дети вместе с ними, понимаете? И это, во-первых, да, во-вторых, очень многие, кто оказывается в интернатной системе с легкой умственной отсталостью, если им чуть-чуть помочь, чуть-чуть помочь, такие люди с легкой умственной отсталостью, если они жили в семьях, они живут в нашем обществе, мы даже их не замечаем среди нас, они устраиваются на работы, там, на простые, но они вполне себе социализируются и экономически приносят ВВП, валовый внутренний продукт. Дологи платят. Да. Те, у кого средняя умственная осталость, они при определенной помощи, они тоже привыкают к окружающей обстановке и тоже вполне находят возможность реализации трудовой. Во-первых, они в этом нуждаются, к этому стремятся, не нужно забывать, да, и они работают, они тоже производят продукцию. Алексей, давайте послушаем, нам звонил Михаил, которого мы очень рады слышать. Здрасте, Михаил. Здравствуйте. Вопрос такой, что с алкоголизмом и наркоманией в детских домах по новой модели и в Позилии? Ой, непонятно. Покажите, пожалуйста. Вы поняли, Лен? Давайте отвечайте. Насчет детских домов, интернатов, это, конечно, вы загнули, но что касается взрослых домов, интернатов, вопрос алкоголизма и наркомании стоит. Мы с Ирой получили, например, письмо, в котором описываются такие ситуации, вплоть до того, что с учетом того, что это закрытые учреждения, безусловно, что это должна быть некая лояльность со стороны администрации и, наверное, даже небольшая помощь, чтобы они получили алкоголь и наркоманию. То есть, ну да, дозволяют. Алексей, что-то хотите сказать? Скажем так, на наркотики денег особо у них нет, конечно, а вот то, что касается алкоголя, старшие ребята в детских домах, интернатах, безусловно, многие выпивают, а то, что касается психотерапевтических интернатов для взрослых, это любой интернат. Вот у них есть день получения пенсии и вот с этого дня, то есть там неделю вся округа гудит. Там нет занятости, там больше заняться нечем, там пьют практически все. Ох, Антон звонит. Антон, здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот вы сейчас говорили, что никому не интересна эта тема, вы знаете, очень тема интересная. Я сейчас подъеду в автомобиль и попробую. Слушаю вот вас, знаете, кровью, сердце выливается. Несмотря на то, что я мужчина, ну вот плакать хочется, когда вот я слышу такие вот, ну, рассказывать про эти туалеты сломанные, и детей этих, и насилие, и тому подобное. конечно, собрался, но вот, не сахар. Родители умерли, вот, меня воспитывали, мне порезло просто, меня воспитывали в семье, я очень благодарен этим людям, которые взяли меня в семью. Вот, я просто хотел бы, знаете, вот сказать, людям, которые сейчас слушают, и вот, главным героям, да, вот, которые у вас сейчас в студии сидят. Большое вам спасибо, что вот вы заботитесь о тех, кому реально нужна помощь в этой жизни, потому что на полном человеку и, скажем так, социально устроенному человеку невозможно оценить в полной мере необходимость такой помощи. Антон, спасибо вам большое за эти слова. Я думаю, что Алексей не будет сильно переживать, что он влез в это дело когда-то 13 лет назад, а ваши слова ему помогут. Да, я хотел бы сказать еще про ребят с тяжелой умственной осталостью. Понимаете, они не могут ничего производить, но у них сохраняется основное человеческое свойство, это возможность любить и быть любимым. И есть достаточно много примеров, когда волонтеры приезжают к таким людям, имея возможность о них позаботиться и приезжают люди, которые сами нуждаются в том, чтобы о ком-то заботиться. И я вижу, что появляется очень большой смысл в жизни человека очень тяжелого инвалида, просто потому, что рядом с ним появляется тот, кто нуждается в том, чтобы о нем заботиться. И такие люди действительно есть. взаимообогащение. Это очень сильное чувство, когда ты приезжаешь и понимаешь, что ты кому-то нужен, кто-то в тебе нуждается. Ты можешь ему помочь. И вот это обратная связь. Я говорю даже не про благодарность, а я говорю именно про какое-то душевное отношение друг к другу. Скажите, Алексей, а ваша жена по-прежнему вас поддерживает? Моя жена, как бы это сказать. Ну да, безусловно, я ей безумно благодарен, потому что... Ну такой, в общем, вы, знаешь, вместо того, чтобы деньгом зарабатывать, только этим заниматься и своими международными перевозками ковать там благосостояние, занимается черти чем, какими-то психами. Скажем так, да, последнее время получается, что я больше трачу, чем зарабатываю, потому что очень много времени приходится уделять именно на этой деятельности, чтобы это все жило и развивалось. А ваши друзья, кто-нибудь помогает вам? Да. Да. Они... Москвичи? Москвичи в основном, да. Вот, они тоже как бы видят это все, как бы понимают в этом смысл и поддерживают, помогают. Я им безумно благодарен за это. Давайте к жене вернемся. Она все-таки поддерживает? Она, безусловно, поддерживает и... А иначе бы уже развелась. Да. И она дает мне очень много возможностей. Я вижу обрушение кольца на пальце. Я его никогда не снимаю. Молодец. А то некоторые умеют в кармашке снимать до меня пальцы. Окей. Не будем отвлекаться, но веселая. Хочу Лену Кулачкову спросить. Лен, а вот те детские дома для умственно остальных детей, в которых ты была, они ведь не такие безнадежные, как были в начале двухтысячных. Нет. Они материально очень хорошие. Крепкие. И действительно, каждый такой директор может сказать, ну что мы отдадим вам в семью? Непонятно, в какие условия. Тут у него и там компьютер, и обои поклеены, и так далее. А что противопоставить этому? Нет, ну ты вспомни, это же Влад Зимецкий, когда нам директриса рассказывала, что у них там все есть. Тот самый интернат, Филим Мунковский, на который столько жалоб, и о котором такие ужасные вещи рассказывают, в том числе из того, из тех примеров, что я говорила. Что она нам говорила с тобой? Что здесь у них все обустроено, и все есть, и все хорошо. Вот тебе церковь, Но насилуют по ночам, а так все ничего. Но насилуют по ночам, да, а так все ничего. Нечего противопоставить. Ну понятно. И никто и не любит. Ну, на самом деле, вот я, наверное, крамольную вещь сейчас скажу, да, я, конечно, за всей душой против закона Димы Яковлевы. Безусловно. Да, мне, безусловно, жалко этих 300 детей, которые уже познакомились с родителями. Давайте лучше называть этот закон законом подлецов, потому что вот трепать имя этого мальчика, умершего, мне как-то совсем... Ну, наверное, да. Но это позволило немножко нам продвинуться, понимаете, вот так цинично, наверное, немного говорю я об этом, но вдруг, ты назвала это популярной темой, да, стало популярным усыновлением и так далее, вдруг все кинулись усыновлять. Это очень любопытно, потому что целые пласты проблем поднялись, которые никому никогда не были интересны, в том числе и мотивация на усыновление, да, есть денежная мотивация и то, что поощряется со стороны государства. При этом... Это, кстати, извини, что я перебываю, очень интересная тема. Ведь родители детей инвалидов получают существенно меньше денег, чем люди, усыновившие. Совершенно верно. Мы на это обращаем... Да, вот об этом, пожалуйста, это очень важная тема. Обращаем на это внимание на всех уровнях власти, потому что даже Москва приняла такое решение, что люди, усыновившие ребенка-инвалида, они будут получать ежемесячно, не считая там первоначального бонуса, 25 тысяч рублей при средней пенсии на ребенка-инвалида, 12 тысяч, в той семье, которая... по-прежнему... По-прежнему будет получать меньше. Понятно. Как тут не голодать? Мамам я имею в виду. Алексей, скажите, пожалуйста, вот какие-то еще истории святочные, очень хочется под конец услышать. Что хорошо у ваших воспитанников? А что значит святочные? Такие радостные. Лубочные. Мне как-то очень хочется, понимаете, такое кругом, ну, хочется непечатное сказать, не скажу, потому что радиостанцию Финам-ФМ закроют. А мне жалко. Вот. Ну, как-то вот вселите нас надежду. Ну, во-первых, понимаете, когда ребята выходят из интерната и переходят либо в семью, либо на домашнее проживание, достаточно просто на них посмотреть и уже будешь счастлив за них, потому что для них вот это просто, знаете, это какой-то экстаз, счастье. Понимаете, это вот то, такое впечатление, что это то, о чем они всегда мечтали. Это то, ради чего они готовы пожертвовать теплыми туалетами с красивой кафельной плиткой, потому что, например, там в Порховском районе там 70% населения живет с туалетом на улице, вода в колодце и баня раз в неделю общественная. Понимаете, ну, люди живут в домашних условиях и они к этому стремятся и безумно рады. Понимаете, и у них есть возможность, не знаю, собаку завести свою, понимаете, то есть на речку сходить там, когда им этого хочется. Ну, то есть какая-то такая свобода. Человеческая жизнь. Нережимная, да. Безусловно, мы счастливы за тех, у кого появились дети. Дети нормальные все, не нужно этого бояться. Понимаете, конечно, мы им тоже помогаем воспитывать детей. Это нужно. Но это входит в работу нашей социальной службы. И мы видим результат, что если ребенок пошел в первый класс, у него было социальное поведение в школе, мы весь первый класс помогали маме его забирать из школы, делать домашние задания, наши социальные работники, да, во втором классе у него нет замечаний по поведению и нет плохих оценок, ну, это счастье. А мама это ваша воспитанница? Конечно. Ну да. Вот это потрясающе. Вот когда ребята на работу устраиваются, когда у него получается, понимаете, вот обрести необходимые социальные навыки, ну, у наиболее сохранных ребят, например, да, и получить свою квартиру и жить в своей квартире, это то, о чем они всю жизнь мечтали. Когда получается найти родственников, потому что у нас же таких интернатов на всю страну 140 всего. Это подваны регион. Соответственно, в каждом из них оказываются дети со всей области, а области большие. И у интерната зачастую не хватает возможностей и времени, а может быть желания искать даже родственников. Ну, мы знаем и другие истории вот с Леной, что родная тетка сдает мальчика в такой интернат для того, чтобы захопить его квартиру. К сожалению, тоже бывает в нашей стране. Там есть обратная сторона в этой истории. Мне очень хочется сказать о том, что... Быстро говори, у нас очень молодые люди. Быстро говори. Это Андрей Дружинин и его возлюбленная Надя Пилипец, которые не могут пожениться, потому что он недееспособен, он лишен дееспособности и вытащить... А в интернат его запекнула его родная тетка. Это правда. Давай ответим Светлане. Добрый вечер, Светлана. Мы успеем. Они не могут пожениться, потому что он недееспособен, он лишен дееспособности. Ну, а что это вы нам повторяете то, что Клочко сказала? Давайте Светланой здороваться снова. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ирина. Я знаю историю с детьми из Порхова. Здравствуйте. Знаю историю с детьми из Порхова. Знаю. Слушайте, а почему у нас какие-то помехи в эфире? Выключите. А выключите приемник. Светлана, выключите приемник. Светлана. Да. Выключите. Которые никогда не будут такие, как все. Да, выключаю. Хорошо. Давайте быстро. Осталось 46 секунд. Ой, да. Так. Которые никогда не будут такие, как все. Светлана, ладно, уже невозможно. вас ждать, когда вы отключите приемник. Извините, ради Бога, мы будем слышать ваши слова о том, что вы знаете историю детьми из Порхова. Я, к сожалению, должна заканчивать программу. Мне всегда, знаете, вначале кажется, что час — это очень много. И часа всегда не хватает. Вот я в оставшиеся секунды хочу попросить просто каких-то предпринимателей, каких-то неравнодушных людей, у которых есть лишняя копечка. Слушайте, ребят, помогайте Алексею. У него работающая дельная фирма, которая занимается вот этим социальным сопровождением.